Сертификаты спортсменам, аренда за рубль предпринимателям, ульяновские эксперты предложили новые механизмы государственно-частного партнерства в спортивной отрасли. Эффективное взаимодействие – вот главная тема деловой программы Международного форума России «Спортивная держава». Он сегодня продолжил свою работу на площадке «Волга Спорт-арены». Слово Кристини Агафоновой. Доступный для жителей, выгодный для предпринимательства спорт и бизнес стал главной темой деловой программы Международного форума. На дискуссионных площадках обсуждают окупаемость спортивной индустрии, кадровый потенциал отрасли и самые успешные совместные проекты. Задача стоит о том, чтобы развивать взаимодействие с бизнесом. Эта задача сегодня исполняется и, мне кажется, исполняется очень неплохо. То, что касается Ульяновской губернии, это одна из наших лучших областей, где наиболее передовой регион, который эту задачу перед собой поставил, эту задачу начала реализовывать. Кстати говоря, этот объект построен по программе государства частного партнерства. Ульяновская губерния готова пойти и дальше, чтобы инвесторы не оставляли возведенные с нуля спорткомплексы. Правительство предлагает компенсировать затраты для его посетителей. За каждым человеком, который хочет заниматься тем или иным видом спорта, любым, каким бы он захотел, скрепляет, выдается сертификат, который дает ему право оплатить этим сертификатом услугу по занятию спортом. Это более эффективное вложение средств. Мы четко понимаем, в кого мы вкладываем, мы четко понимаем, какой эффект мы от этого имеем. Мы можем отследить эффективность этих вложений по истории болезни, по количеству больничных. Мы четко можем отследить и эффективность этих вложений для экономики. Эффективно ульяновские эксперты предлагают использовать и пустующие государственные площадки. Предпринимателям их можно сдать условно за рубль, но строго под спортивные объекты с целевым назначением. Сам бизнес готов к новым формам сотрудничества, лишь бы поддержка государства была. Не хватает механизмов именно налогового стимулирования. Если государство считает эту отрасль приоритетной, необходимо и снижение НДС. Это создание неких механизмов при начислении страховых взносов. Как раз то, что должно привлекать людей в эту сферу. О пути к здоровому образу жизни эти люди знают многое. А главное, готовы поделиться полезными навыками со всеми желающими. Шарфы и сертификаты получают новые региональные послы ГТО. Эта история очень важна. И она сегодня является локомотивом в развитии массового спорта. Мы очень рассчитываем, что возрожденный комплекс ГТО будет стимулом для ежедневной подготовки к выполнению нормативов. Но и, конечно, тем самым приведет к постоянной дружбе со спортом. С золотыми значками здесь же отмечают и высокие спортивные достижения. Получить такие нагрудные знаки непросто. Из тех, кто приходит в центр сдачи нормативов, лишь треть выполняет комплекс упражнений полностью. Кристина Агафонова и Сергей Свешников. Вести. Ульяновск.